ДИАЛОГ Дмитрий Алексеевич Сгурский, генеральный директор государственного объединения жилищно-коммунальное хозяйство Гомельской области. Родился в 1974 году в Гомеле. В 1996 окончил Гомельский политехнический институт имени Павла Сухого, где получил специальность инженера промтеплоэнергетика. В 2010 году получил дополнительное образование в Гомельском государственном университете имени Франциска Скарины по специальности государственное управление. Трудовую деятельность начал в 1996 году помощником мастера арендного производственного деревообрабатывающего объединения Гомель-Древ. Проходил службу в Вооруженных силах Республики Беларусь. По ее завершении продолжил работу на предприятии Гомель-Древ на должностях мастера, начальника цеха, главного инженера. В 2006 году возглавил коллектив коммунального производственного унитарного предприятия Гомель-Облтеплосеть. В 2011 году назначен на должность начальника управления жилищно-коммунального хозяйства Гомельского областного исполнительного комитета. На вопросы, которые касаются сферы жилищно-коммунального хозяйства, прямо сейчас можно получить ответ, позвонив по номеру телефона в Гомеле. 8 0232 77 68 45 Дмитрий Алексеевич, добрый день. Добрый день. Одной из самых значимых статей квартплаты, вот то, что мы получили жировки за январь, явилась плата за отопление. Морозы в январе действительно были. Вот насколько погодные условия повлияли на суммы оплат, почему не стали выше? Ну, чтобы, наверное, объяснить жителям было понятно, я приведу примеры. В части температуры, средняя температура за декабрь месяц 2015 года, средняя температура за месяц сложилась на уровне плюс полтора градуса. А средняя температура за 31 день января сложилась минус 7,7 градусов, что, соответственно, на 56% там с лишним больше температуры декабря. Соответственно, в среднем, если так говорить, то вот на 50 там с лишним процентов увеличилась, соответственно, и плата. Потому что, ну, понятно, когда холодней, для поддержания социального стандарта в помещениях, а это температура не ниже 18 градусов, надо подать, соответственно, больше теплоты для того, чтобы обеспечить нормальный комфортный температурный режим. Этим, в общем-то, и объясняется повышенное потребление в морозы на отопление, соответственно, помещениями. Ну, а дальше, конечно, уже у каждого дома будет какое-то свое потребление, которое зависит как от конструктивных элементов дома, так и от степени утепления дома, проведенных в нем терморевенционных работ каких-то, ну, и других факторов, которые влияют на это. То есть, исходя из вашего ответа, я понимаю, что это явление временное, связанное именно с температурным режимом. Не получится ли так, что погода изменится, станет теплее, а суммы не уменьшатся? Ну, частично, конечно, это еще и связано с тем, что тариф с 1 января 2016 года на отопление увеличен на 33,3%. Вот, но основной, конечно, фактор, который сыграл, это температурный. Поэтому, конечно, это можно наблюдать по суммам, вернее, не суммам, а количеству гигакалорий, у каждого платежечки видно еще и количество гигакалорий, которое предъявляется гражданам за тот месяц, либо, ну, другой месяц. И сравнивая это, видно как раз-таки разница между холодным и более теплым месяцем. И это граждане в феврале увидят, потому что температура февраля, ну, по предварительным данным, скорее всего, даже будет на уровне где-то декабря приблизительно, то есть будет тоже на уровне плюсовых температур среднесуточных. А вот по обращениям граждан, насколько часто бывает ситуация, когда человек платит за отопление по полной программе, да, но при этом у него в квартире холодно? И вот он не понимает, почему так происходит, почему он платит, по сути, за воздух? Ну, такие обращения, конечно, есть. Они возникают в начале отопительного сезона, когда происходит запуск отопительной системы. Тогда, как правило, приблизительно до 10 дней дается на полное подключение всех домок к отопительной системе. Необходимо провести определенные работы по наладке гидравлических режимов, стравливанию воздуха и так далее, и тому подобное. Такие вот моменты возникают. И отдельные моменты, конечно, возникают непосредственно и в отопительный период, что связано как непосредственно с работой системы отопительной. И здесь жилищно-коммунальные организации определенные меры принимают для нормализации этой ситуации, для обеспечения нормального социального стандарта внутри помещения. Ну, а также и, конечно, от конструктивных элементов дома, где требуется более, ну, какое-то другое уже решение, более длительное решение. Ну, и, конечно, еще в том числе в случае не обеспечения социального стандарта гражданам делается перерасчет. То есть, если у гражданина было в помещении менее 18 градусов, то есть не обеспечил социальный стандарт, он, соответственно, может написать заявление, это подтверждается соответствующими людьми, которые занимаются этой работой, и, соответственно, они делают перерасчет, снижая суммы начисления на сумму недогрева в помещениях. А вот расскажите о том, как эта работа выстроена у вас. То есть, допустим, человек столкнулся с этой проблемой, он обращается в органы ЖКХ, как быстро происходит реакция, то есть как быстро специалисты выезжают на место и определяют, собственно, причину, почему холодно в квартире, там, по вине конструктивной особенности строения дома, либо по вине самих там жильцов. Вот как быстро вы реагируете на это? Ну, такие заявки должны рассматриваться в течение одного дня. То есть, если заявка поступила сегодня, то сегодня в течение дня такую квартиру должны посетить специалисты, и начать определять причину создавшейся ситуации. Либо это нарушение теплоснабжения непосредственно дома, ситуации могут быть различные, либо это вмешательство каких-либо граждан, даже, может быть, не в этой квартире, в систему отопления, либо какие-то другие факторы, которые повлияли на такой режим. А по вашему опыту, как часто бывает, что вина именно граждан в том, что где-то не в полной мере отапливаются квартиры? Ну, я бы не сказал, что, наверное, это часто происходит. Иногда это 50 на 50, иногда это другой какой-то процент. Ну, есть в каждом случае, наверное, свои факторы. Поэтому сказать конкретно, что вот в этом году, вернее, из года в год одно и то же количество, ну, так сказать нельзя. Понятно, у нас есть телефонный звонок, давайте послушаем. Добрый вечер, вы в прямом эфире. Она мне говорит, откройте компьютер. А при чем тут компьютер, если мне уже 61 год? Я вообще не пользоваться компьютером я не хочу и не умею, честно вам сказать. Неужели тяжело было ответить на этот вопрос? Мы извиняемся, вы не могли бы повторить свой вопрос, потому что мы начало вопроса пропустили и не совсем понимаем, о чем идет речь. Я бы хотела узнать, что такое техническое обслуживание, за что мы платим? Ясно, спасибо большое. Что такое техническое обслуживание? Ну, техническое обслуживание – это комплекс мероприятий по обслуживанию непосредственно жилого дома, многоквартирного жилого дома. Сюда входят основные, так скажем, разделы. Это обслуживание непосредственно жилого дома, его инженерных коммуникаций, его конструктивных элементов. В доме это достаточно, если кажется, что это простое здание, то там существует очень много как электрических систем, так и канализационных, водопроводных, отопительных систем, лифт в том числе. Это все входит в техническое обслуживание. В том числе в техническое обслуживание входит, так скажем, или один из видов технического обслуживания – это уборка мест общего пользования, в том числе это освещение мест общего пользования, это электроэнергия, потребляемая на движение лифтов, и это в том числе техническое обслуживание непосредственных лифтов. Вот в 2015 году это все входило в техническое обслуживание. На сегодняшний день в рамках принятия 535-го указа, чтобы гражданам более было понятно, какие услуги входят в техническое обслуживание, кроме технического обслуживания, появились у граждан еще вот такие дополнительные строчки, которые раньше входили общей суммой в техническое обслуживание. Сейчас они выведены, и в общем, осталась услуга техническое обслуживание, это связано непосредственно с конструктивным элементом дома, с инженерными системами дома, а вот все другие услуги, которые входили в техническое обслуживание, Они выведены в отдельные услуги. В том числе, раньше, в 2015 году, входила еще услуга уборка придомовой территории, которая тоже была в техническом обслуживании. Это уборка содержания придомовой территории, уборка, очистка от снега, инвентарные площадки, которые имеются стационарные на дворовых территориях. Это уборка контейнерных площадок, которые находятся возле домов. Давайте немножко разъясним, чтобы всем все было понятно. Раньше была одна строка, была сумма X, например. Сейчас некоторые строки выделили в отдельные позиции, и, соответственно, эта сумма по строке технического обслуживания должна X минус вот эти строки. Ну, не совсем так. Чтобы было, наверное, понятно, то есть граждане в свое время оплачивали определенную сумму, которая устанавливалась законодательным образом, соответственно, техническое обслуживание. Все другие затраты, которые несли обслуживающие организации, возмещались из бюджета. Сейчас техническое обслуживание и другие виды, которые я перечислил, выведены. Есть услуги, которые и продолжают датироваться бюджетом. Вот взять техническое обслуживание, на сегодняшний день тот тариф, который установлен, это где-то 80% возмещения от реальных затрат. 20% на сегодняшний день возмещает, все равно государство берет на себя. А вот другие услуги в большей либо меньшей степени, они в полном объеме, вот за январь месяц в частности, подлежали возмещению за счет собственников либо нанимателей. Ну, то есть я правильно понимаю, что из-за того, что выведены отдельные позиции, мы стали платить больше. Да, именно в рамках вот этих позиций как бы и произошло увеличение, с учетом, что эти позиции оплачиваются полностью. То есть уменьшается доля тех услуг, которые оплачивает государство и увеличивается то, что оплачивает граждан. Да, если по 2015 году средний процент возмещения по комплексной услуге техническое обслуживание составлял где-то порядка 35%, то на сегодняшний, как я вам сказал, техническое обслуживание это 80%, а все другие, выведенные из технического обслуживания, возмещаются по фактическим затратам. Ну и насколько мы знаем, к 2018 году, если не ошибаюсь, мы должны выйти на стопроцентную оплату жителями. Ну, сложно загадывать, как будет складываться ситуация. Ну, такая информация звучит. Да, ну, предварительно правительство планирует, что в 2018 мы или приблизимся, или выйдем к стопроцентной оплате. Ну, как будет развиваться ситуация, я думаю, в зависимости от этого будет и приниматься определенные решения, которые либо позволят выйти на этот процент возмещения, либо его по какой-то причине будет нереально достигнуть. Понятно. Вот вы в своем ответе, в том числе, затронули тему работы лифтов. Вот в России не так давно было несколько громких таких фактов, когда люди гибли в лифтах. У нас в Беларуси в лифты можно заходить, не беспокоясь о своей безопасности? У нас в лифты можно заходить, не беспокоясь о своей безопасности. Хотя, конечно, случаются случаи, когда лифты останавливаются, ломаются, выходят со строя, как любое оборудование этому подвержено. Но каких-то в Республике Беларусь факторов, связанных с лифтовым хозяйством и причинение какого-то вреда населению, у нас не отмечалось. Если уже сказать, то у нас где-то порядка 900 с лишним лифтов, которые эксплуатируются свыше 25 лет. Нормативный срок эксплуатации лифта 25 лет. Но это не значит, что после 25 лет обязательно его надо производить замену. В Республике Беларусь разработаны нормативно-технические акты, в рамках которых происходит регламентное обслуживание этих лифтов. И после 25 лет производится техническое свидетельство органами Госпроматомнадзора, которые продлевают, так скажем, разрешение на его эксплуатацию. Если все элементы лифтового оборудования, это не просто шахта, это элементы безопасности непосредственно, это тросы и другие там элементы. Если они все проходят техническое свидетельство, то, соответственно, продлевается срок службы лифта. И он дальше работает, но все регламентные работы, что такое техническое обслуживание? Это как раз-таки регламентные работы, которые, вне зависимости от того, лифт ездит, либо он не ездит совсем, и его производят с определенной периодичностью, дабы избежать как раз-таки вот таких всех, так скажем, неприятных моментов, связанных, не дай бог, с каким-то несчастным случаем, для того, чтобы обеспечить безопасность. Если я правильно понимаю, у нас не было фиксированных случаев, чтобы лифты срывались с 8-го, 7-го этажа. Не дай бог. Для этого все регламентные работы, которые предусмотрены, они как раз-таки обеспечивают надежную эксплуатацию лифта и его безопасность. Хотя, как я говорю, конечно, как и любое оборудование, поломки случаются, и от этого никуда не избежать. Жители городов часто жалуются в ЖКХ на плохое состояние своих подъездов. При этом сами же их доводят до такого вида, что самим потом стыдно смотреть. Некоторые берут дело в свои руки и делают ремонт сами. Продолжение темы. Сюжет наших корреспондентов. Эта малосемейка по улице Владимирова в Гомеле уже попадала на информационные ленты. Одна из жительниц дома, недавно купившая здесь квартиру, ужаснулась от состояния подъезда и пригласила журналистов, которые и констатировали очевидное – отношение жильцов к местам общего пользования далеко от идеального. С чем, кстати, согласились и коммунальщики. Я в своей квартире навожу порядок, я в своей квартире убираю, но как только мы выходим в подъезд, здесь можно мусорить, здесь почему-то можно курить, здесь можно поджигать, учинять надписи вандального характера. Стены малосемейки как настоящая стенгазета. Здесь и последние новости из жизни подъезда, и признание в любви, и всевозможная настенная роспись. Осмотрев подъезд, коммунальщики согласились. Ремонт действительно необходим. Он будет проведен в ближайшие 3-4 месяца, но за счет тех, кто привел помещение в такое состояние. В зависимости от масштаба проведенных работ жителям каждой квартиры, ремонт обойдется в сумму от 800 тысяч до 1,5 миллионов рублей. Указан 535, изданным 31 декабря 2015 года. Президент Республики Беларусь четко оговорил ситуацию, данную, которую мы увидели на примере этого подъезда. В том, что если эксплуатирующей организации будут выявлены подобные факты, факты вандализма, а также если будут обнаружены надписи, вот такого непристойного, рисунки непристойного характера, то эксплуатирующая организация должна составить соответствующий акт, запротоколировать это, после чего выполнить ремонт. Самый бюджетный вариант – только покраска стен. Жителям подъезда по улице Бочкина, например, такие работы обошлись в 600 тысяч с каждой квартиры. Без особых изысков, но чисто и аккуратно. Еще одна возможность сэкономить – сделать ремонт самим. На улице Братьев Лизюковых жители одного из домов не только приняли такое решение, но и реализовали задуманное. У нас очень дружный подъезд. Мы собрались, как бы дружно поговорили, дружно сложились, дружно купили, дружно все покрасили, убрали. Вот пытались навести красоту, ну, своими силами. Вот и все. Так что трудностей не было никаких. Хотя точку здесь ставить рано. После ремонта, сделанного своими силами, из-за собственного средства люди украсили подъезд цветами, картинами и разрисованными тарелками. Спустя несколько месяцев эти поделки стали исчезать. То ли свои снимают, то ли чужие. Я извиняюсь, вопрос будет у нас чуть позже. Значит, Дмитрий Алексеевич, какая работа ведется в ЖКХ в целом по области в плане наших подъездов? Мы продолжаем тему сюжета. Я бы хотел, наверное, к сюжету добавить, что еще в июле 2014 года было принято постановление Министерства ЖКХ, в котором были определены перечные работы по текущему ремонту, которые выполняются за счет собственников жилых помещений, либо нанимателей. И в частности туда и попали как раз-таки ремонт подъездов за счет собственных средств собственников-нанимателей. И в 2015 году уже в рамках реализации этого постановления, соответственно, нами было произведено по области более 2200 ремонтов подъездов. И, конечно, вот такие подъезды встречаются во всех территориях. И очень печально, что наши граждане все-таки пока не осознают, что собственность их это в том числе и в подъезде. Не просто в квартире, не внутреннее пространство в квартире, а еще и это лестничная клетка, это лестница, это дверь в подъезд, это другие какие-то инженерные коммуникации. Это все общая долевая собственность этих жильцов. Поэтому в рамках постановления, которое Министерство жилищно-коммунального хозяйства приняло, там определен целый порядок, как это производить, каким образом это производится. Можно вкратце только сказать, что при райисполкомах созданы комиссии, на рассмотрение комиссии выносится перечень подъездов, которые предлагается к ремонту в текущем году. Эти перечни составляются по результатам весенне-осенних осмотров. И в соответствии после принятия решения эксплуатирующая организация делает расчет стоимости, собирает жильцов подъезда, говорит им, что ваш подъезд включен, что будут выполнены такие-то работы. Стоимость их составляет столько-то. Граждане могут поучаствовать и предложить выбор краски, какие-то дополнительные услуги, замену светильников, устелить лестничные клетки, линолеум заменить или плитку кто-то. Есть и такие случаи, когда люди гораздо больше хотят сделать у себя в подъезде. После этого, когда договорились, обсудили все моменты, жилищно эксплуатирующая организация выполняет соответствующие работы и выставляет гражданам. Как правило, у нас принято в области, что где-то от 3 до 6 месяцев предоставляют, в том числе, рассрочку этих платежей. А как часто вы сталкиваетесь с такой позицией граждан, которые говорят, я вроде как сдавал деньги, а куда они ушли я не понимаю, я там ремонта не вижу или эффекта от этой работы не вижу. Часто такие жалобы поступают? Ну, вот если брать аналитику того же 2015 года, когда мы массово уже выполняли эти работы, то в принципе я такого факта не могу припомнить. Потому что, ну, как бы все эти работы выполняют и люди видят, что выполняется, с ними соответствующую работу проводят. Есть отдельные факты, когда люди не понимают, что они все-таки в этом должны участвовать и они должны нести, так скажем, груз заплаты этих работ за собственные средства. Вот такие есть обращения, такое есть возмущение, когда работу выполнили эксплуатирующие организации, а жители отказываются платить, соответственно, за эти работы. Хотя жилищным кодексом эти работы отнесены к основным жилищно-коммунальным услугам. И даже если граждане отказались заключать договор на проведение этих работ, это не освобождает их от ответственности оплаты данных видов работы. И каким образом тогда, вот как вы заставляете людей платить за эти работы? Ну, в рамках действующего законодательства эта процедура, в общем-то, определена аналогично жилищно-коммунальным другим услугам, которые оказываются. То есть, я так понимаю, вы обращаетесь в суд? Ну, либо это нотариальные надписи, либо, если нотариальные надписи в каких-то вопросах недостаточно, то, соответственно, обращаются с иском в суд. Понятно. Еще одна тема, тоже довольно злободневная, потому что часто задают эти вопросы. Почему так для кого-то резко выросли цены на услуги общих отделений бань? Вот могли бы вы пояснить, то есть, с чем был связан рост и почему выросли именно вот в таких порядках? Ну, до 2016 года услуги бань, соответственно, механизм определения цены или тарифа для граждан непосредственно выглядел следующим образом. На уровне областей принимались решения по установлению тарифа для населения, а оставшуюся часть затрат покрывал бюджет. Это происходило, исходя из того, что раньше услуга по отделению бани и душевых входила в социально значимые услуги, которые регулировались постановлением Совета Министров и предусматривала соответствующий такой порядок. С 2016 года принято постановление Совета Министров, которое исключило данную услугу из социально значимой. И, соответственно, исходя из этого, эта услуга должна оказываться по фактическим затратам. То есть на данный момент цены – это и есть фактические затраты. И как раз эти фактические затраты складываются от количества посещений гражданами этих заведений бани непосредственно. Бани есть как в крупных городах, так и они существуют в малых населенных пунктах, агрогородках. И, исходя из общего количества, общих затрат и формируется стоимость. Конечно, чем больше граждане будет, как и любая услуга, как и любая продукция на промышленном предприятии, чем граждане больше будут посещать, более экономно там вести себя, в том числе, тем меньше затраты будут складываться, соответственно, на эти услуги. Понятно. У нас есть телефонный звонок. Давайте послушаем. Здравствуйте. Вы в прямом эфире говорите. Здравствуйте. Меня зовут Татьяна Александровна. У меня такой вопрос. Я бы хотела узнать. Я пенсионерка. Квасера у меня двухкомнатная, приватизирована на одного человека. И если я работаю, значит, у меня высшая насчитывается за лишнюю жилплощадь. На каком основании? Понятно. Спасибо. Вопрос понятен. Татьяна Александровна, значит, несмотря на то, что квартира приватизирована, здесь имеется другой момент, что на каждого жителя, проживающего в данном помещении, государство предоставляет в льготу в виде льготного тарифа. Это 20 метров квадратных жилплощади на человека и 10 метров квадратных дополнительно на семью. Вот это предоставляется услуга в рамках этой площади по льготному тарифу, а вот другая площадь не льготируется, и она выставляется по тарифу, обеспечивающей полное возмещение затрат. То есть, если в этой квартире проживала бы не одна женщина, а человека три, то, соответственно... То, соответственно, конечно, все бы граждане имели бы свои 20 квадратных метров, и излишняя этой площади, которая бы не субсидировалась по льготным тарифам, она бы, соответственно, отсутствовала. Давайте еще уточним один момент. Это касается квартир любой формы собственности? Это касается любой формы собственности, как государственной, так и, соответственно, приватизированных квартир. То есть, суть в услуге, да? То есть, часть услуги льготируется, предоставляется в таком объеме по льготному тарифу, все остальное по полному возмещению. Понятно. Готовы ли граждане подключиться к раздельному сбору мусора? Давайте узнаем результаты опроса. В моей семье все собирается раздельно. У нас во дворе есть контейнер для пластмассы, пластмассовых бутылок, бумаги. И почти весь дом у нас мусор бросает раздельно. И очень положительно относимся. В природе так все сделано, чтобы каждый за собой убирал. Если это бумага отдельно, стекло отдельно, металл отдельно. Не везде установлено, я смотрю, еще для стекла отдельное, для полиэтилена отдельное. И все бросают в бытовой мусор, в бытовые отходы уходят. Может просто дюдзеленятся сортировать. В какой-то мере это так. А как их приучить? Ну, это вопрос очень сложный. Ну, надо, видимо, долбить, долбить постоянно, чтобы дошло, наконец-то. Это ответственность людей самих. Если хотят, чтобы было чисто, значит, будут разделять мусор. Кто это делает, тот делает. Поэтому, если идет реклама за чистоту в городе, за чистоту вообще, то надо это выполнять. Надо детства воспитывать. Ребенок идет, раз, и дал ему пакетики по разным кучкам. Он бросил контейнер. А взрослых, большинство из нас, как привыкло. Собрал, удобно. И занес, выбросил в один мусорный контейнер. Дмитрий Алексеевич, давайте один момент уточним. Разные контейнеры, разный мусор мы там складываем. Когда приезжает мусоровоз, он все это в общую кучу, скажем так, загружает? Или тоже есть раздельные какие-то отсеки, контейнеры? Вот как это происходит? Ну, я хочу сказать, что, конечно, в каждом городе это может быть по-разному организовано. Но, в частности, вот если город Гомель взять, там вот был как раз-таки комментарий такой, что, ну, недостаточно контейнеров там именно стекла, пластика, еще для каких-то других целей. То есть в городе Гомеле все видят на своих площадках желтые контейнеры. И в городе Гомеле принята система, что весь вторичный материальный ресурс попадает как раз-таки в этот желтый. Это и стекло, это и пластик, это и бумага, это шины, это пенопласт, в том числе, с упаковки и так далее и тому подобное. А дальше на сортировочные станции это уже рассортировывают. Это позволяет, с учетом того, что сегодня граждане достаточно мало рассортировывают, вот, позволяет сэкономить затраты. Если бы мы с вами расставили вот эти контейнеров, их бы было на площадке 5, то наполняемость от этого бы не увеличивалась бы, а за каждым контейнером бы приходилось бы ездить отдельной машине. Вот, и затраты увеличились. А это, в свою очередь, бы в том числе способно, ну, вернее, так скажем, дальше и на граждан каким-то образом перекладывалось. Поэтому, конечно, за смешанным мусором приезжает отдельная машина, а за раздельным собранным мусором приезжает совершенно другая машина. Во многих дворах вот появились и подстекло контейнера, за ними приезжает совершенно другая машина. А вот контейнера, которые подстекло, вот у меня все время такой вопрос возникал. Отверстие для того, чтобы туда бросить бутылку, находится довольно высоко, бутылка, когда падает, разбивается. Это так и должно быть? В этом никакого, значит, проблемы нету, потому что, когда он уже, даже бутылка разбилась в контейнере, с учетом того, что с этого контейнера только собирают бутылки, вот, то когда привозят на завод, соответственно, то оно высыпается на линию, вот, от отдельных моментов, допустим, как пробки, исключается. И битая, все равно, так скажем, в целом виде бутылку дальше никто не транспортирует, как раз таки с точки зрения экономии затрат на перевозки и так далее. Объем побитого боя и небитого, он, соответственно, ну, занимает другие. Понятно. Все мы видели на рекламных счетах надпись «Моя цель 99». Что это за акция и с какой целью она проводится? Эта акция как раз таки направлена на популяризацию, так скажем, или привлечение граждан к достижению цели максимальной сортировки отходов по их видам. А почему 99? Ну, 99, чтобы приблизиться до 100%. Да, то есть 99, это всегда есть еще к чему стремиться, с одной стороны, то есть 100 еще не достигли. Но стремление как бы к максимуму должно идти. Это именно как раз таки акция направлена на, ну, так скажем, мотивацию граждан на сбор вторичных материальных ресурсов, разделение. Это в свое время, вернее, это позволит в перспективе, ну, как не вывозить, не захоранивать. Сегодня, конечно, в большей степени отходы завозятся на полигон и захораниваются. Сегодня жилищно-коммунальные службы всего лишь 28% от общего количества извлекают вторичных материальных ресурсов. И здесь участвуют и другие организации, не только ЖКХ, участвуют в сборе мусора. И, конечно, чем граждане больше будут извлекать, чем больше они будут сортировать, чем меньше у нас будет контейнеров с смешанными отходами, тем в перспективе эта услуга может и подешеветь. Потому что тот собранный, значит, раздельно собранный мусор, он требует гораздо меньших затрат на сортировку. И в том числе эти же отходы можно еще продать, получить какие-то доходы и за счет этого, соответственно, уменьшить стоимость этой услуги. То есть, говоря проще, если мы научимся выбрасывать мусор раздельно по категориям, соответственно, меньше станем потом платить. Конечно. Как и в некоторых странах на Западе, то есть за раздельный сбор люди не платят. Они платят только за тот смешанный мусор, который они не разделили. Либо его нельзя разделить. Продолжая тему, как уменьшить, скажем так, плату за те или иные услуги. Я давно слышал, еще, наверное, лет 15-20 назад, что в Германии люди, прежде чем помыть посуду, затыкают пробкой раковину и набирают воду. И вот в этой воде моют посуду, потом пробку вынимают, вода стекает. Соответственно, потребление воды гораздо меньше, чем привыкли, например, у нас. У нас просто включили кран, вода течет, и ты постоянно моешь. Соответственно, воды тратится гораздо больше. Мы уже дошли до того, чтобы начинать экономить вот таким образом. И если так экономить, какова цена будет этой экономии? Это действительно выгодно? Ну, здесь, наверное, надо начать с того, что все-таки, ну, как вода, так и другие ресурсы, они все-таки, ну, так скажем, неискончаемые. И их надо, конечно, в обязательном порядке экономить. А вот на сегодняшний день мы, конечно, пришли как технически в первую очередь. Сегодня у нас существует, сегодня продаются практически все сантехнические изделия, которые как раз, как вы говорите, имеют пробку, которая закрывается, есть клапан соответствующий. Вот даже если где-то у кого-то этого и нету, то, конечно, можно и другие методы применять экономией воды. И это, в конечном итоге, должно сегодня стимулировать граждан, в том числе и увеличение тарифов. Надо понимать, что, как бы, вот если взять уже конкретно воду, то это очень достаточно сложный процесс приведения воды до нужных санитарных норм. Это подъем ее с глубины порядка 60, от 60 до 120 метров. Это ее очистка, транспортировка по трубам, это удаление железа, это обеззараживание, это подача насосными станциями непосредственного квартиры. То есть еще повысительные существуют, потому что многоэтажку нельзя подать просто так. То есть это достаточно существенные затраты. И рост, так скажем, возмещения гражданами этой услуги, конечно, я уверен, будет подвергать к экономии граждан. Потому что вот эта тенденция, в общем-то, просматривается, что граждане все равно понемножку экономят эту услугу. А способов экономить, конечно, очень много. Если вот даже вот тот пример, который вы привели, во время чистки зубов, если просто набрать воду в стаканчик, а не в процессе мойки, вернее, чистки зубов оставить включенным кран, то это до 15 литров воды можно сэкономить. Только за одну чистку зубов. 15 литров за одну чистку зубов? Потому что в среднем зубы чистят от минуты до двух, то, соответственно, вот за это время при определенном напоре, вот, понятно, у всех он разный, вот, до 15 литров можно сэкономить. Ну, это еще к вопросу о нашей воде. Она действительно чистая, то есть вот, которую поступают в квартиры, ее можно пить сразу из-под крана, либо надо обязательно кипятить, чтобы не было никаких инфекций? Ну, значит, вода у нас соответствует всем санитарным нормам. В частности, чтобы не было никаких там отравлений, это в частности по бактериологическому параметру. И в данном случае вода проходит соответствующую обработку, и она, ну, так скажем, практически безопасна. Хотя, конечно, может быть вторичное загрязнение какое-то в процессе ее транспортировки в домах и так далее, и тому подобное. Для этого, ну, существуют определенные методы, периодические отборы производятся, берется анализы в определенных точках, в том числе и с помощью санитарных служб. Потому что водоснабжающая организация, она по регламенту проводит такие работы, а как контрольные мероприятия еще и санитарная служба подключается к этому, проводит соответствующие замеры, анализы для контроля как раз-таки безопасности воды на предмет, ну, так скажем, его употребления без кипячения. Ну, конечно, все может быть, и поэтому все-таки, ну, так скажем, уже постоянно пить такую воду из крана, ну, так скажем, не то, что там небезопасно. Она безопасна, ну, всякое может быть. Поэтому, конечно, надо где-то себя предостеречь в этой части, пропускать либо через фильтр, либо кипятить все-таки воду. Ну, сегодня вода в городе Гомель, в частности, соответствует всем санитарным нормам. Есть у нас по населенным пунктам отдельным, где есть превышение по содержанию железа, с учетом, что в Белоруссии все подземные воды имеют повышенное содержание железа. Понятно. Давайте еще одну тему затронем. У нас через полгода истекает срок, отведенный на приватизацию жилья. Вот какая часть жилищного фонда остается неприватизированной? С чем это связано? И какова будет дальнейшая судьба таких квартир? Действительно, в 2013 году принят указ 563, который определил окончательный срок приватизации жилых помещений. На сегодняшний день в Гомельской области где-то порядка 8% осталось жилья неприватизировано. Сюда входит как жилищный фонд, который может быть еще приватизирован до 1 июля 2016 года, так и жилищный фонд, который не может быть приватизирован. Это социальные квартиры, это коммерческое жилье и так далее и тому подобное. Поэтому у граждан, в принципе, есть еще возможность осуществить приватизацию до 1 июля 2016 года. Для того, чтобы это реализовать, необходимо подать заявление до 1 июля 2016 года. Куда его подавать? Его, соответственно, подают в соответствующую администрацию, либо обслуживающую организацию, в которой обязательно должно быть зарегистрировано заявление. И дальше идет процесс в рамках указа по принятию решений о приватизации этой квартиры. Немало важно, хотелось бы еще сказать, что гражданам сейчас есть очень много спорных вопросов по стоимости жилья. И сейчас гражданам предоставлена возможность сделать независимую рыночную оценку. И в случае, если рыночная будет меньше, то, соответственно, граждане могут приватизировать по рыночной стоимости. Спасибо, Дмитрий Алексеевич, за интересную беседу. Я напомню, у нас в гостях сегодня был генеральный директор Государственного объединения жилищно-коммунального хозяйства Гомельской области Дмитрий Алексеевич Сгурский. Благодарим вас за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова